Вот предписание устава комплексное, которое призвано к тому, чтобы мы сконцентрировались на том, что читается. А вот сегодня мы поговорим о тех частях богослужения, особенно об одной из них. Дальше продолжается утренняя. Утренняя – это часть суточного круга богослужения православной церкви, которая у нас в нашей церкви традиционно совершается вечером. Хотя называется утренняя, раньше совершалась утром, сейчас для удобства горожан совершается вечером. И вот остальные части утренней, они уже не окружены такими предписаниями устава. И более того, та часть утренней, которая называется, и которую мы все хорошо знаем, которая называется полиедей, она наоборот сопряжена с движением, с максимальным включением или зажиганием света, свечей. Священники выходят со свечами, диаконы со свечами, по никодилам включаются люстры. Священнослужители ходят по храму, совершают корзины. А если кто-то из здесь находящихся мужчин бывал на Афоне, то в афонских монастырях есть такая традиция, что на большие праздники во время так называемого полиерея раскручивают паникодила. Хорос, да, такое большое паникодило со свечами, там никаких лампочек нету. Его даже вот так вот раскручивают. Большое кольцо паникодила в одну сторону, а внутреннее в другую. Вот видите, на шестопсалме нельзя креститься, а на полиере раскручивают паникодила. Но у нас такой традиции нет в русской церкви. Но тем не менее, это тоже интересная традиция, которая что-то нам пытается сказать. Что же это за такой момент богослужения, что, видите, действительно церковная традиция, как это нам все святые отцы говорят, задействует все чувства человека. Что в один момент надо во время шестопсалмы, как говорится, чувства все отключить, а в другой момент они, наоборот, задействованы. И вот сегодня мы попробуем разобраться, почему же так происходит, да, почему же такое активное движение, почему много света, почему что об этом, что нам это все говорит. Итак, мы с вами начнем, не сразу с поления, начнем с песнопения, которое называется «Бог Господь». Да, вот после шестопсалмия произносит диакону священникам «Мирная тенья», и после возгласа диакон, обычно, да, в Покровском кафедральном соборе, на праздничных службах громогласно произносит эти слова. «Бог Господь, верюся нам, благословен, беды во имя Господне». Бог повторяет, да, и дальше произносит стихи. Итак, эти стихи взяты из 117-го псалма, причем они взяты из разных его частей, и так вот, как они произносятся в этом моменте богослужения, в псалме они в другом порядке и в разных местах находятся, но вот наша церковная традиция богослужения, это тоже экзегеза, это тоже опыт понимания псалмов, и, как мы видели, и в шестопсалме, и в других частях богослужения, то, что церковь взяла какие-то отдельные стихи, отдельные псалмы и соединила вместе, в этом есть огромный духовный богословский смысл. Итак, вот после такого затемнения и сосредоточения шестопсалме, и к теням, и вот эти тоже из псалмов удивительные стихи произносятся. «Бог, Господь, явися нам». С чем у вас ассоциируются эти слова? «Приди к нам». Ну, хорошая мысль, но все-таки главная, центральная здесь мысль, это проповедь или свидетельство, или рассказ в Церкви о воплощении Бога, о том, что Бог, о Котором ветхозаветные праведники мечтали и жаждали Его увидеть, Мессию, Избавителя, Спасителя, Он воплотился. И мы с вами живем уже не в Ветхом Завете, когда писались эти псалмы, и псалмопевцы жаждали Его увидеть, и думали, может быть, мой потомок будет Мессией, может быть, в моем роду родится Мессия, и поэтому так хотели иметь детей. А мы с вами уже живем в Новом Завете, и мы имеем Христа с нами, потому что Он сказал, я с вами на скончании века, мы имеем Его в Церкви, имеем Таинство в Церкви. И вот об этом величайшем и центральном догмате православной Церкви, воплощении Бога, свидетельствуют эти слова. Они были произнесены в Ветхом Завете, произнесены пророчески, а в наше время в Новом Завете они уже исполнены, и Бог воплотился. Вот мы скоро будем праздновать Рождество Христово, и это событие, эту тайну еще раз переживать. Но каждый день в нашей жизни, после Рождества Христово, после воплощения Бога на земле, Он проходит вот под этим девизом, под этими словами, что Бог Господь и явися нам. То есть Он явился нам, Он воплотился. Люди Его видели, и мы видим Его на иконах, которые призваны напомнить о том, как Он выглядел во время земной своей жизни. И мы видим Его и в чаше Евхаристии, и когда слышим Его Слово, когда читается Евангелие, и сами мы Его читаем. И вот все это свидетельствует нам о Боге. И продолжение этого стиха. Благословен гряды во имя Господне. Это уже о нас с вами идет речь. Гряды, это тот, кто идет за кем-то. Господь сказал Петру, гряди по мне, то есть следуй за мной. Благословен, то есть хорошо поступает тот, и счастлив, и блажен, и свят тот, кто следует за Господом во имя Господне. Мы собрались в церкви, и вот диакон произносит эти слова, пророческие слова псалмата, и говорит нам, можно так дать и перефратировать, что это прекрасно, что вы, собравшиеся здесь, решили следовать за Господом, да? Грести, да? Или последовать за Богом. Благословен гряды во имя Господне. Исповедайтесь Господи, «Яко благ, яко век милости Богу». Вот этот стих тоже удивительный, он встречается в разных псалмах дословно, да? Мы еще в следующих псалмах полире о нем еще более подробно поговорим. Вот здесь слово «исповедайтесь», да? У нас это слово всегда ассоциируется, как правило, с таинством «исповедь», да? Мы исповедуем грехи Богу в присутствии священника, а тут вот «исповедайтесь Господи», да? Как же и что мы исповедуем Богу? Ведь здесь это звучит, как какой-то торжественный призыв, да? Не грехи исповедуйте, а какие-то что-то хорошее, да? И, конечно же, здесь идет речь о том, что для нас, наверное, привычнее Богу говорить о грехах, о немощах, о проблемах. Но вот в книге Псалмов, и в этих Псалмов, в частности, Псалмопевцы нас призывают и сами это говорят и произносят. Они любят говорить о делах и о чудесах Божьих, о том, как хорошо Господь сделал, как Он создал весь мир, как Он промышляет о нашем Бога, избранном народе, в котором должен родиться Мессия, о том, как Он избавляет нас все-таки от грехов, в которых мы каемся, в которых мы страждаем, мы страдаем от этих болезней грехов. Но, тем не менее, Господь все равно совершает свои чудеса, и нас исцеляет от них. И, наконец, эта мысль продолжается дальше, в следующих двух стихах. «Обышевшие об Эдошиме именем Господнем Противляции». Здесь уже речь идет о врагах Псалмопевцы, о которых часто Он говорит в разных Псалмах. В Шестопсалме мы тоже эту тему рассматривали, о врагах. Какие были враги у царя и пророка Давида, какие есть враги у нас, враги нашего спасения, наши собственные страсти, немцы, от которых мы не можем усвободиться. И, конечно же, дьявол, враг, спасение рода человеческого. И вот обышевшие об Эдоши, да, они меня обходили, они вокруг меня, меня окружили, но я именем Божиим им противился, и с ними сражался. И дальше продолжается, да, то есть не умру, но жив буду. И снова повем дела Господня, тоже тот же самый благослов, исповедайтесь, исповемся, повем, да, то есть я буду говорить, буду провозглашать дела Божьи. И для ветхозаветного человека, для пророка Давида, когда он говорил, что я не умру, но буду жить, то это означало, что да, вот меня Господь избавил, многие хотели меня убить, многие преследовали, но Господь меня избавил, и я дальше живу. А для нас в новозаветной перспективе это свидетельство о воскресении, что Господь не только просто воплотился, дал нам Евангелие, сказал, живите люди по заповеди моим, и покинул нас. Нет, Он сказал, что смерти больше нет, потому что Он умер и воскрес, и нам даровал бессмертие. И особенно остро это мы переживаем на Пасху, и каждое воскресение, сегодняшний день, да, богослужение воскресного дня переполнено словами, мыслями, и именно такими же торжественными исповеданиями, того, что смерти больше нет, и что Господь воскресил всех, кто верует в Него, и кто принимает от Него этот дар. И вот мы вслед за церковь, мы тоже повторяем эти слова. Не умру, я не умру, да. И даже те, кто не верят в Бога, и не принимают Его заповеди, они тоже не умрут, потому что все предстанут на суд Божий, да, и все одни, как говорит Господь, воскресут в воскрешении жизни, а другие в воскрешении суда. И мы, конечно же, надеемся на воскресение жизни, да, я не умру, но жив буду, и поймем дела Господня. Опять я буду дела чудеса Божия возвещать. Ну и последний стих, камень, и Божий, не при Божии снижающий, сей пусть во главу угла, от Господа, Божий, и из Дима, и отчисляк наше. Вот это здесь используется, который часто, эти пучки, при Верском завете, используют этот образ. Да, вот. Есть среди нас строители, каменщиков, нет. Есть? Есть. Ну вот сейчас каменщики у нас в основном они там из кирпичей, строят там они из блоков, но вот в древности, в обществе в Израиле, где много гор, и где до стоят до конца многослужения, куда-то торопятся, он знает, что, ну, главное, поверь, и да, потом уже можно и уйти. И вот тоже интересно, что во время Шестапсалмия нам церковность там категорически запрещает разговаривать. А вот когда поле леет, потом помазание совершается во время канона, особенно в таких больших храмах, как Покровский собор, люди начинают двигаться к помазанию, оказываются рядом друг с другом, начинают приветствоваться, спрашиваются, как дела у вас, у нас то, у нас все, и такой начинается небольшой шумок. А иногда даже, вот, на большие праздники начинают настоящий шум, вот, в больших храмах. Вот, этого, наверное, никак не избежать, потому что нельзя всем запретить раскрывать рот во время прохождения помазания. Наверное, в этом какой-то тоже такой побочный, промыслительный есть смысл в том, что такой вот шум, он тоже создает какой-то, наверное, фон праздника, да? Где праздник, там всегда шумно, а где иные праздника, там тихо. Ну, я не призываю, как разрывается в храме, но такая вот реальность. Итак, вот эти известные всем нам стихи, они из себя представляют выдержку из двух псалмов. Это 134-й, 135-й псалом. И причем интересно, что вот этот первый стих, «Хворите имя Господня, хворите Раби Господа». Это первый стих 134-го псалма. Далее, благословенный Господь от всего на живых в Иерусалиме – это последний стих 134-го псалма. «Исповедуйте себе Господи Ряка, плакать, как их минусы». Это первый стих 135-го псалма. И, соответственно, последний – это последний стих 135-го псалма. Ну, естественно, что в древности, когда устав этот создавался, и в некоторых монастырях, или даже в этих храмах, сегодня эти псалмы поются полностью. Или же большее количество стихов поется, чем 4, там где-то 10, там 8, где-то 20. Но, опять же, для того, чтобы понять общую концепцию этих псалмов, этих стихов, нужно нам разобрать все эти псалмы полностью. И тогда, в том числе, мы с вами получим ответ на вопрос, а что же означает слово «полиэлей»? Кто знает, что означает слово «полиэлей»? Видите, обычно, и даже это в некоторых книгах, которые объясняют благослуживание, это связывает с маслом, да, что там много масла, много масла в лампадах, и много лампад зажгли. Это видит, что свет зажигают там. Вот. Ну, и да, и масло, что помазывают, вот, люди, потому что много полиэлей, значит, помазать. Идея – это масло, маслом помазывают. Так что пойдемте все на помазе. Люди любят, когда что-то в церкви им дают, что-то делают, просто так стоять, и ничего не понятно, это сложно, да, для многих уже таких испытаний. Когда вот что-то делает батюшка, тогда это интереснее, да, и понятно. Но, это на самом деле такое позднейшее объяснение, которое не раскрывает сути, да, почему же, не ради того, чтобы помазать, вот, батюшка, выходят на середину храма, совершают каждое древнее, все, наверное, все эти торжественные атрибуты призваны сообщить нам о чем-то гораздо более важном, чем просто помазать маслом, науку, мужчина, да, вот мы сейчас попытаемся выяснить, о чем же гораздо более важно сообщает нам эти псалмы. Итак, начинается с псалма 134-го. Хвалите имя Господня, хвалите рабе Господа, стоящие во храме Господне, во дворе, дома Бога нашего. Вот, слово «хвалите», оно есть в современном русском языке, и обычно мы его так воспринимаем, да, а учитель похвалял ребенка в школе, потому что он хорошо написал контрольную работу, муж похвалил жену, она хороший обед приготовила, и так далее, да, положительная оценка каких-то действий другого человека. А в псалмах мы часто встречаем, что человек хвалит Бога, причем, естественно, что то, что делает Бог человеку, то, что сделал Бог в прошлом и делает настоящее, делает в будущем, несоизмеримо с тем, что человек может Богу принести. И вот из книги Псалмов, из Ветхого Завета мы узнаем это, и это присутствует и в нашем богослужении, что, наверное, одно из самых главных предназначений человека на земле, человека, который знает Бога, а не только знает Бога, это хвалить Бога, славословить Его, прославлять Его, и это действительно одно из важнейших предназначений человека, не только потому, что Бог радуется или Бог нуждается, Бог ни в чем не нуждается, потому что мы Его хвалим, а потому что хвалить Бога приносит пользу самому же человеку, потому что это Его предназначение, Бог так создал человека, чтобы Он общался с Богом, хвалил Бога, прославлял Его, и когда мы исполняем это предназначение, тогда Господь посылает нам радость, есть время для покаяния, для печати, для сокрушения на своих веках, но нужно дать время своему гуму, своей душе и водослужения предостаточно для этого возможности, для того, чтобы хвалить Бога, нам нужно следуя за самоперцами учить себя этому и понимая эти слова молитв, тоже стараться наполнить свою душу чувством радости и благодарности и хваления Богу за все, что Он сделал в прошлом и все, что есть в нашей жизни, даже за тот факт, что Он воплотился и спас нас, только за это мы должны Его беспрестанно воспевать. Люди Ветского Завета не имели этого, охвалили Его и воспевали и свобословили. Вот и нам нужно этому тоже учить. Стоящий во храме Господь Моголю Дома Могонаш, но книга Псалмов вся, она создавалась, как сегодня это поясняют исследователи Библии, на протяжении около тысячи лет в разные исторические эпохи, начиная от Моисея и заканчивая Ездра и Неемия во время периода так называемого второго храма, когда после Вавилонского плена иудеи вернулись, когда был снова построен храм и снова началось послужение. Вот эти Псалмы 134, 135 и дальше, которые мы будем разбирать, исследователи как раз таки относят к этому времени второго храма. Представьте, что иудейский народ, который имеет познание об Истинной Боге, был лишен на протяжении длительного времени храма, богослужения, и спустя это длительное время этот плен, он получает эту радость. Мы, наверное, старшее поколение, дальше, Покровский собор, слава Богу, не закрывался, но во многих городах, Белоруссии, Советского Союза, были города, где не было ни одного храма на протяжении больше, чем 50 лет, где-то и 70 лет не было ни одного храма. И люди тоже были лишены многослужения. Потом, с какой радостью, те, кто дожил до 90-х годов, они снова пришли в храм и снова славили Бог. Мы только отчасти можем понять это чувство, которое было у тех иудеев, которые вернулись из револонского плена. Вот они, тем не менее, вернулись и вот они произносят эти слова, что стоящие в храме Господнем, что это чудо совершило, что мы стоим в храме Господнем. У нас столько времени его не было, а теперь мы стоим так. Хвалите же Господа, благодарите Его. Яко благо Господь, пойте имени Его, яко добро, Бог хорош, и все, что Он делает, хорошо. Ибо и Агова не спрашивает Господь, Израиль в достоянии. Здесь имена ветхозаветных патриархов, в том числе Якова, используются в качестве синонима слова Израиль и иудейский народ. Яко аз, яко аз, позна, якобили Господь, и Господь наш над всеми Боги. Да, в самом деле уже о себе говорит, что я в этом чуде, что мы вернулись из плена и получили богослужение, я узнал, что Господь действительно велик, и Он над всеми Боги, да, вот кругом жили язычники, у которых были свои Боги, которые часто упрекали Израиля. Видите, где ваш Бог? Вы даже от храма лишились, ничего у вас нет. И в книгах пророков ветхозаветных они часто осуждают и критикуют израильцам своих собратьев, да, за имевшее место временами увлечения богами язычников. И вот эти боги языческие, да, которые не являются богами, они часто присутствуют в основном. Вся велика восхоте Господь сотворил на небесе и на земле моря во всех безднах. Вот сначала идет тема сотворения богом мира, да, чтобы Господь все, что захотел, все создал. Возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ свои, да. Вот явление природы, которое всем нам известно, мы здесь исповедуем, что все это создал Бог, да. И хоть мы можем объяснить это и с физической точки зрения, почему молния бьет, почему облаки, почему дождь идет, но никто не объяснил, откуда все это взялось, почему эти законы работают. А работают они потому, что создали Господь. Следующая тема, это тема исхода, да, когда иудеи вышли из египетского френа. Это тоже одно из чудес в истории Ветхозаветного Израиля, и именно с чудом исхода сравнивает церковь христианская Пасху Господню, воскресенье, Христа, поэтому для нас тема исхода израильтян из Египта это тема Пасхи, да. Ижи Паразин первенцы египетские от человека до скота сразу вспоминается самая последняя страшная казнь египетская, когда после различных бедствий, которые посылал Господь Египтин, самая страшная казнь привела к тому, что фараон разрешил людей уйти из Египта. Посла знания и чудеса посреди теперь в Египте на фараона и на вся раба его. Такое собирательное воспоминание о всех казнях, которые в Египте имели место. Ижи поразит, Ижи это тот, который Господь Он поразил языки многие и истрицы рекреют. И дальше идет следующая тема это завоевание земли обетованной. После исхода израильцяне приходят в землю обетованную и там была не просто свободная земля, приходи и живи кто хочет. Там была целая масса маленьких государств, маленьких царств и всех приходилось завоевывать. И вот именно Господь поразил языки многие, народы и избил, то есть избил, уничтожил царей крепких, которые там в земле хананской были. Вот сразу вспоминаются двое из них. Это Сиона царя Амарийска и Бога царя Рассанского. Вот они так в достоинстве даже вспоминают в Салмах. И вся царь хананская земля и достояние достояние Израиля будет своем. Вот я сегодня нашел даже такую карту исследователей в Библии определили где же были царства этих двух царей. Вот здесь мы видим Галерейское озеро, Мертвое море и Ордан. Вот восточный и Ордан и зеленым цветом это царство царя Психона или Амарий народ, который назывался. И вот чуть повыше это царство Басанское и там был царь Бога. И вот все это описывается в книге чисел в 21 главе как завоевывали. Моисей послал Гонцов сначала к царю Сигону и сказал что просто пропусти нас через свою землю мы не будем бить из твоих колодцев мы не будем рвать пшеницу мы просто пройдем на остальные земли мы вас не пропустим. И тогда израильтяне пришлось завоевывать. Вот и каждое такое завоевание израильтяне воспринимали как чудо Божие как удивительную помощь Божию да вот в этом деле которое им благословил совершить Господь да прийти в эту землю и наследовать ее возвращаемся к тексту Господи имя твое век и память твоя род и род судите им эти Господь людям своих и род и ум это такое вот резюме что Господь творил в нашей истории и мы будем помнить об этом род и род до скончания нашего рода нашего народа будем помнить судите и мы Господь будем с вами веровать и умолить то есть Господь все-таки совершил суд а в Библии в самом слове суд это значит справедливость как я говорю справедливость восстановлена потому что суд человеческий он может быть разным и несправедливым в том числе когда в Библии мы говорим суд то это только справедливость если правда то это праведность и другого двух прав не может быть и двух судов не может суд Господь и вот дальше интересная тоже такое нравственная тема понимается идоли язык серебро и зла дела бог человеческих вот с одной стороны речь идет о богах язычников которых в том числе они завоевали страны царства этих язычников в которых идолы обычно то есть эти вот сами статуэтки делали золото или серебра но естественно что и это святоотеческая традиция наше обращает на это внимание что сегодня даже светские скажем так мыслители говорят то же самое что сегодня у современного человечества идол это как церковь называет по страсти сребролюбия и апостол говорит что берегитесь сребролюбия которое есть идолослужение вот даже в светской дискурсе как говорят доказать слово поклонение золотому титулу сегодня когда люди стремятся к наживе к обогащению и ради этого даже совершают преступления унижают аргипеды и так далее сегодня мы тоже это имеем в виду перед собой что идол на самом деле что такое это язычество язычество когда поклоняется идольским божествам которые богами не являются и вот когда люди стремятся к обогащению и делают своим идолом серебро и золото то есть издолюбие материальным богатством это страшный грех безбожия а не просто какое-то нравственное преступление вот идоли язык слебро и золото дела ух человеческих то есть они сделаны самими людьми устали и не возглавляют почвы и не умудрят да понятно все это уши не услышат ниже боясь дух в росте потому что они бездушные это просто металл подобные им да будут творящие я то есть те кто их делает и все кто надеется на эти идолы доме израиля видите такое воскварительное резюме доме израиля благословите господа то есть весь народ израиля доме арон благословите господа дом арон это род арона которые были священниками в иерусалимском храме доме левии да из-под бескалена левия которые были служителями в храме тоже благословите господа боящиеся господа благословите господа благословен Господь Артиона живы в иерусалим видите Господь живет в иерусалим Вот, 134-й Псалом. И вот в этом смысле мы с вами тоже, хотя уже сейчас нет такого обилия царств и княжеств, как это было тогда в Библии или в Древней Руси эпоху феодальной раздробленности, но и сегодня церковь, нам часто говорит такое словосочетание «Царствие небесное», «Царствие Божие». Сегодня вот для нас оно несколько так отвлеченно звучит, а вот в то время, когда царей были, и царей было много, а не один царь-батюшка, для людей это тоже звучало как очень серьезное утверждение, что мы являемся гражданами только одного небесного царствия, и в первую очередь ему должны служить, как Господь говорит апостолу. Да, называйте Богу Божию, а Кесарю, то есть царю Кесаря, да, то есть царская. И мы видим в истории, что именно настоящие христиане, которые в первую очередь заботятся о своем гражданстве, о исполнении своих гражданских обязанностей в Царстве Небесном, являются самыми лучшими верными гражданами любого земного царства и государства. «Сотворшему чудеса верия единому». Вот здесь припев, да, после каждого стиха, которых много здесь, повторяется один и тот же припев. Мы о нем в самом конце поговорим. «Сотворшему чудеса верия единому, сотворившему небеса разуму, утвердившему землю на водах». Опять, как в 134-м, со мной сначала тема «Сотворение мира». «Сотворшему светило верия единому, солнце по область дне для того, чтобы светить днем, луну и звезды по область ночи, чтобы ночью они нам светили». На этом тема «Сотворение мира» заканчивается, и снова переход к теме «Исхода». «Поразившему Египта с первой земли и изведшему Израиля среди них, рукой крепкою и мышцей высокую». Вот тоже в Библии часто в отношении к Богу применяется авторами Библии, псалмоперсами, так называемый антропоморфизм. Когда Богу, который есть в дух бестерезный, приписываются человеческие свойства. И вот здесь псалмоперс говорит, что Бог вывел израильтян из Египта рукой крепкою и мышцей высокую. Что такое высокая мышца? Это выражение часто встречается и в других песнопениях. Вот это на самом деле тоже такое образное выражение. Собственно, под выражением высокая мышца понимается вот эта часть, которая называется плечо в анатонии. Это предплечье, это плечо. И вот когда, ну вот я студентам семинаров так объясняю, когда они сидят рядом за столом, когда вот вся соседка говорит, дай мне, псалты, ты ему вот так вот даешь. Ты используешь только вот эту часть, да? Такое небольшое действие совершил. А когда тебя вот с другого стола через проход, ты ему вот так вот протягиваешь руку, совершаешь гораздо уже, скажем так, затратное действие, да? Вот. То же самое можно сравнить, когда человек протягивает руку помощь, кому-то, кто, например, в проруби там тонет или поднять, чтобы кого-то из какой-то ямы. И вот это действие, да, когда человек очень сильно берет, простирает руку, имеется в виду, когда говорят, простри вот в одном из гирмасов, там есть такие слова, простри, владыка, высовывают твою мышцу, и как Петра, когда Петр потонул, и Господь ему простер, его вытащил, да, и ты меня правительный спаси. Вот точно так же такой образ применяется, потому что этот слой вывел израильцам из египетского плена, то есть совершил великое чудо. Раздевшему червное море в разделении, да, когда вступились воды Красного моря, и проведшему Израиля посреди его, и истрявшему фараона и силу его в море червное, то есть погубившему войска, да, сила, или сила, это войска, проведшему люди свои в пустыне, и снова дальше, вот они прошли в пустыне, приходят в землю обитаванную, да, поразившему цари Бериям, и убившему цари Гребки, и снова вспоминаются эти двое, Сиона царя Амалийска, и Бога царя Абассанска, и даршему землю их достояния, достояния Израиля, и фрагу Своего, да, то есть Господь, все это не израильцами своей силой завоевали, и Господь все это сделал. И вот дальше, тоже интересные слова, якобы смирением нашим помянули Господь. Вот здесь уже в предыдущем псалме, это все мне затрагивается, имеется в виду, вавилонский плен, который израильтяне называли смирением нашим, да, наша беда, наша скорбь. И вот мы там находились, воспевать Бога мы не могли, и храма у нас не было, и вот в осмирении нашим, нашим плену, упомянул нас Господь, и избавил мы есть от врагов наших, избавил нас от этого плена. И мы теперь здесь стоим, в этом храме, да, вот в русалинском храме пелся псалом, и славим его. А вот дальше самое интересное, одно из самых интересных утверждений стихов, вот после такого величественной картины, Бог создал мир, Бог вывел народ израильский из Египта, освободил, завоевал, Бог завоевал для нас землю, грабитаванную, избавил нас от павелонского плена, и тут такое вот стиль, да ей пищу и всякой плоти. Казалось бы, наверное, несопоставимая тематика. Это на самом деле и тогда, и сейчас всем нам такое указание и мысль, чтобы мы задумывались, потому что мы обычно думаем, обычный человек, среднестатистический, даже верующий, который приходит в храм, вот если посмотреть в процентном отношении, чем занята наша голова в течение дня, недели, вот рабочая неделя выступает, мы обычно, наверное, большую часть времени у людей занято, мыслим о том, как заработать деньги, как платить коммунальные услуги, как в конечном итоге покушать, да, и что же я буду, как же я проживу, да, все, что мне нужно для жизни, да, потому что пищи для всякой плоти, мы имеем в виду вообще все, что нам нужно для жизни. И вот, мне вроде бы известно утверждение, да, что Господь раз все создал, то Он и питает нас, да, и в Евангелии нам Господь прямо так и говорит, что маловеры, посмотрите на полевые линии, что они одеваются так, они красивы так, что царь Соломон, величайший из еврейских царей, никогда во всей красе так не одевался. А вы думаете о том, если Господь заботится так о траве, которая завтра засохнет, то думаете вы, неужели Он о вас не заботится? И птицы небесные, которые не сеют и не жнут, но живут себе и поют песни, потому что Господь о них заботится, неужели вы думаете, что о вас Он не позаботится, и вам не даст пищу и питье? И вот посмотрите, что Господь создал землю, Он такие, Он воды моря разошлись, чтобы его народ прошел, а вы думаете, что Он вам пищу не даст? Господь дает есть, дает пищу всякой плоти, всякой плоти, и червячку, и птичке, и, конечно же, человеку, каждому из нас. То, что Он даст нам пищу, это малюсенькое чудо, несоизмеримое с теми чудесами, которые Он уже сотворил. И вот теперь мы переходим с вами к, собственно, анализу вот этого припева, да? Исповедуйте себя, Господи, исповедуйте себя Богу Небесному, Яков, верь, милость Его. Что же такое милость? Как правильно понимать это слово? Мы уже немного касались его значения во время разборочек с Апсалмом, потому что оно там тоже присутствует. И вот сейчас, когда мы рассматриваем Апсалмы полиерея, это слово является ответом на значение и смысл слова полиерея. Оно действительно не связано с маслом, а связано с понятием милость, которое в греческом языке, по-гречески, звучит как элиос. И вот этот припев, который здесь звучит, да? «Отли из тон иона, тот элиос алту, яков, верь, милости Бога», который звучит 17 раз после каждого стиха. И вот когда этот Псалом пелся полностью, храм греческих еще тогда, да? То у людей невольно родилось такое номинование для этого момента богослужения, что там много раз произносится слово «элиос», 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 «элиос». И стали называть эту часть богослужения, это Псалом полиереос. «Оли» — это значит много по-гречески, да? То есть это момент богослужения, когда много раз звучит это слово. И вот давайте разберем, что же значит это слово. Вот, известно нам то, что в Псалме 102, который и в 6-м сану присутствует, и за литургией поют, да? Вот есть слово «щерк» и «милости Господь», «долготерпелив» и «много милости». Вот по-гречески как раз-таки слово «много милости» будет «полиэлиос», да? «Полиэли» — это уже русифицированный вариант этого слова. То есть это Господь много милости, и о нем мы поем в этих Псалмах, яковек, милость его. Господь много милости. В русском современном языке слово «милость» у нас воспринимается, наверное, в контексте вот строчек известного стихотворения. И милость к падшим призывал. Милость — значение снисхождения к кому-то, кто совершил что-то плохое, поступили. Мы действительно себя часто ассоциируем с такими плохими людьми, которые грешат, которые нарушают заповеди Божьи. Мы каемся, мы не приходим к Богу. И Он, как милостивый Отец, как в критче о блудном сыне, прощает нас, да, милует нас, оказывает нам свою милость. Однако это слово в славянском его переводе, греческое слово «элис», оно гораздо более шире. И вот такое, наверное, самое лучшее, но тем не менее, все равно несовершенной попыткой передать смысл этого слова является русское слово «любовь». безмерная, безграничная, ничем не обусловленная любовь Божия к роду человечеству. Мы все знаем прекрасно слова Евангелия, «Ибо так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Этинародного послал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Любовь Бога к человеку, к человечеству, это главная движущая сила от всего, что Господь делает нам. И когда Он наказывает нас какими-то скорбями, решениями, наказывал израильтян за их отступление от веры истины, Господь это делал по любви, чтобы человек все-таки пришел и в этот разум истины, да, и вернулся к Богу. Любовь, которая только благо желает тому, кого она любит, на кого она направлена. Вот, что такое милость Господня, которой так много, говорят авторы Библии и в том числе и псалмопевтик.